Сегодня глубокой ночью на перекрестке улиц Краули и Токарей произошло столкновение большегрузного Камаза и Жигулей самой первой модели. Копейка протаранила грузовик, причем не без успеха. Автопоезд с Карачаево-Черкесскими номерами, под завязку груженный арбузами, на целый день нашел приют на обочине в спальном районе Екатеринбурга. Перекресток Краули и Токарей одно из самых опасных мест в темное время суток. Когда светофоры переходят в режим мигающий желтый, только знающий и очень внимательный водитель способен определить, который из дорог главное. Не таков был водитель Копейки, летевший в половине четвертого ночи по улице Крауля. Ездок был пьян, а потому даже не подумал затормозить, увидев перед собой Камаз, движущийся по Токарей в сторону Бебеля. От неожиданности, а может и потому, что ударом заклинило рулевое управление, гордость советского грузового автомобилестроения начала мотать по мокрому асфальту. Камаз снес осветительный столб и, окончательно расстроившись, перевернулся, усеяв окрестности арбузами. Нет, только подумайте, автопоезд с прицепом вез свой хрупкий груз через полстраны из Карачаева-Черкесии, чтобы так бесславно поколоть несколько тонн детской радости в дождливом Екатеринбурге. А теперь внимание! Скорую на место происшествия вызывать не пришлось. Оба водителя не получили ни царапины. Днем эта история имела продолжение. Частично уцелевший в катастрофе и неразграбленный ночью груз был срочно перепродан купцам из Ханты-Мансийска. В течение всего дня арбузы перегружались в другое транспортное средство. На радость уральцам купцы оказались щедрыми, и все, что поколото, натреснуто, помято, попало на столы проворных екатеринбуржцев. А часть урожая продолжила путь дальше на север, попутного, как говорится, ветра.